Чтобы не отдавать тепло организма, на морозе сосуды рефлекторно сужаются, в том числе и коронарные. Это чревато сердечным приступом. Ему намного больше подвержены мужчины. Тем не менее, тепло одеваться зимой нужно всем. Носите шапку. Переохлаждение головы может привести к потере сознания или слабости, хроническим мигреням и невралгии нервов лица. А теплый капюшон даже лучше шапки, так как он закрывает еще и шею. Но если капюшон слишком мешает вашему боковому зрению, то защитите горло шарфом. Постарайтесь носить одежду из натуральных тканей. Не забывайте про перчатки, чтобы не заработать раздражение кожи рук от холода. Особо уязвимы в холодный период органы дыхания. В период зимних холодов, как правило, обостряются заболевания верхних дыхательных путей и голосообразующего аппарата. В связи с этим хотелось бы рекомендовать пациентам, прежде всего, не вдыхать холодный воздух ртом, а все-таки дышать носом, потому что слизистая носа сама по себе, она согревает вдыхаемый воздух, и нашим голосовым связкам живется от этого легче. Во-вторых, нужно профилактически применять препараты, которые повышают иммунитет верхних дыхательных путей. Это называются иммуномодуляторы или иммуностимуляторы. Такие как Лизобакт, Имудон, ИРС-19. Можно также использовать в целях профилактики барьерные функции, использовать обычную оксалиновую мазь. Также очень важно следить за содержанием витаминов в рационе, ведь зимой потребность организма в них возрастает. Самыми необходимыми в это время являются витамины С и Д. Первый отвечает за сопротивляемость простуде, второй — за хорошее настроение и прочность костей. Микроэлемент селен укрепляет иммунитет. Он содержится в фисташках, белых грибах, винограде, устрицах. Также зимой полезны грецкие и кедровые орехи, фундук, а также постное мясо. Богатые животными и растительными белками эти продукты восполняют недостаток энергии. Включите в меню витаминные напитки. Минеральная вода, травяные чаи, клюквенный морс — они помогут вывести из организма токсины. Углеводов, наоборот, нужно потреблять поменьше. Их избыток делает человека вялым, в том числе замедляет выздоровление, если вы все-таки заболели. Не налегайте на острые пряности. Они вредны и без того уязвимой зимой слизистой носоглотки, горло и пищевода. А поврежденная слизистая — отличный плацдарм для микробов, вызывающих ангину и фаренгит. В зимний период организм очень страдает от нехватки ультрафиолета. Может начаться даже так называемая фотозависимая депрессия. Поэтому старайтесь ловить весь свет, который вам доступен. Включайте дома и на работе лампы поярче. Можно даже посещать солярии, не чтобы загореть, а чтобы не загрустить. Также в простудный сезон стоит ограничить тяжелые физические нагрузки, так как они снижают иммунитет. Достаточно будет аэробных упражнений. Татьяна Глазова, События.